Сделать прививку, чаще мыть руки и больше спать, настоятельно рекомендуют врачи, чтобы в сезон гриппа не заболеть. Сейчас самое время для того, чтобы провести вакцинацию. Пока вирус только набирает силу, до больших городов еще не добрался. Противостоять заболеванию помогут элементарные правила профилактики. Пока сезон не начат гриппа. Погода хорошая, люди немножко сейчас хорошо себя чувствуют. Первую волну простудных заболеваний и гриппа ожидали во второй половине сентября. Дети и взрослые вернулись в коллективы и, попросту говоря, начали обмениваться бактериями. Результат этого обмена не так уж и безобиден. Грипп чреват серьезными осложнениями. Поможет их избежать вакцинация. Она инактивирована, она не живая, эта вакцина. Эта вакцина, так называемая, вот та, которая производится, кстати, у нас в Рязани, в Рязанской области, это вакцина четвертого поколения. Одна из наиболее продвинутых вакцин, которая используется на предприятии, производится на предприятии с самыми современными инновационными технологиями. Первая партия вакцины уже поступила во все регионы. За эффективность вакцины отвечает штаммовый состав. Его в этом году частично заменили. А все потому, что вирус гриппа дал очередную мутацию. В этом сезоне эпидемиологи ожидают сразу несколько штаммов вируса гриппа. Самый опасный – Гонконг. По мнению врачей, против этого гриппа иммунитета у нас попросту нет. Все начинается с першения в горле и озноба, а затем инфекция спускается вниз по дыхательным путям, поражая бронхи и легкие. Спора вокруг вакцинации от гриппа много. Противники считают, мол, угадать штамм практически невозможно. Гриппопрививку будете делать или уже сделали? Не буду. Почему? Никогда не делаю. И не болею. Не планирую. Почему? Их столько штаммов, что угадать невозможно. Нет, не буду делать. У меня аллергия. Я после прививки плохо себя чувствую. Естественно, преимущественно сейчас циркулирует на территории России и мира три варианта вируса гриппа. Это вирус свиной, так называемый H1N1. Кроме того, так называемый вариант H3N2 и грипп B. Вот они в основном определяют палитру. С наступлением сезона гриппа люди сметают с полок аптек марлевые повязки. При этом не все понимают, что именно от гриппа они защищают плохо. Ведь инфекция передается не только воздушно-капельным путем, но и через слизистую. Достаточно взяться за ручку двери, за которую держался больной и после этого потереть глаза. Впрочем, имеет значение не только личная гигиена. Очень важно, например, как мы спим. Точнее, сколько. По данным специалистов, во сне активно вырабатываются клетки, которые формируют наш иммунитет. У людей, чей сон меньше шести часов, шансы заболеть повышаются сразу в несколько раз.